Друзья, привет! Всю эту неделю, наверное, мы говорим про Евхаристию, про Литургию, потому что в воскресенье запускается наш онлайн-марафон «Полюбить Литургию». Я всех приглашаю присоединиться, потому что это то, что очень важно для каждого из нас, для большинства из нас. Та информация, которая будет на этом марафоне, та мотивация, которую вы сможете получить, она просто очень жизненно, наверное, необходима для нашей не только церковной жизни, но и в целом для нашей жизни. Я повторюсь, что деньги не стоят между вами и марафоном, есть возможность бесплатного участия, поэтому проходите по ссылке в описании и регистрируйтесь, пока еще есть пара дней. И вот тема, которую сегодня хочу затронуть, она связывает Евхаристию с таинством брака. Ну, вот в чем смысл, да? Если прям на самой глубине помните, Адам и Ева, когда они были в раю, они, когда вдруг потом, после грехопадения, когда уже сломавшись изнутри, они посмотрели друг на друга, то увидели, что они обнаженные, оказывается. Увидели себя отдельно от другого. Им стало стыдно, они побежали там куда-то, прикрылись ветками. То есть, они разделились. Человечество раскололось сначала на два осколка, потом еще с детьми Адама и Евы, на еще большее количество частей. И теперь каждый из нас, каждый из нас это осколок. Мы разделились. Если Бог троечен в лицах, три личности в нем, но Он един, то мы с вами, человечество, мы разделены. И поэтому убийства, скорби, утраты, разводы в том числе, да? Какие-то войны на земле. Это все от этого, от разделенности человечества, от утраты в нем любви. Ну, вот приходит на землю Спаситель. И по словам Иоанна Богослова, он говорит, по словам Иоанна Богослова, он приходит, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино, всех нас соединить. И мы в молитве на литургии, мы тоже слышим такие слова, что нас же всех от единой чаши причащающихся соедини, соедини вместе. И в древнем памятнике мы читаем, что тоже молитва, вот как хлеб, который был рассеян по полям, по горам, по долам, в этих взернах, в разных, соединен вместе. Сейчас вот лежит перед нами, да, так и нас, Господи, рассеянных, соедини вместе. То есть Христос приходит, чтобы вот это разделенное, расколотое на много частей человечества соединить вместе. Вместе. И здесь на земле таинство этого соединения, это литургия, а форма этого соединения – это церковь. Церковь – это мы ее называем телом Христовым, где мы все, братья и сестры, и едины друг к другу. С каждым новым причастием мы приближаемся друг к другу, соединяемся. Пока, порой, подчас в малой степени, даже, может, об этом не думаем, но это так, как этому мы призваны. И когда-то потом в небесном Иерусалиме мы будем все вместе, будем все едины вместе с нашим Господом и друг с другом. Вот. Причем тут семья? А семья – это та вещь, которая, помните, а как еще можно на земле теснее соединиться, чем как поженившись, да, как говорит Господь, что «да будут двое в плоти единую». То есть будут двое, но одни. Вот как Бог – это трое, но Он один. Так и семья – это двое, но она одна. Все, один человек. Он снова, как до грехопадения, соединен со своей, как мы называем, там, второй половинкой. И поэтому проблема разводов, да, почему Господь так серьезно к этому относится, почему Он говорит, что вот там вам по жестокосердию было разрешено разводиться евреи, а я говорю вам, что нельзя, нельзя разводиться. И что Бог соединил, то человек да не разлучает. Потому что семья – это попытка человечества построить единство. Хотя бы с одним человеком попробовать. Не со всеми, пока не со всеми, но хотя бы с одним. И поэтому мы и в церкви называем друг друга по-семейному, там, отче, там, отец, матушка, батюшка, там, да, братья, сестры. Мы в церкви пытаемся еще дальше расширить как бы круг нашей семьи. Но вот снейшее соединение – это муж с женой. Поэтому вот, не знаю, у нас же разные подписчики. Если есть те, которые не задумывались, не понимали, почему в церкви утверждается единобрачие, да, что вот ты не можешь предпридать свою жену, а жена не может предать тебя, не должна, вернее, да, это тягчайший грех, просто, ну, нарушение божественного закона любви. Вот почему. В том числе поэтому и изучение божественной литургии, вообще понимание смысла ее нас подводит, в том числе и к таким вот важным практически мыслям настраивает нас на серьезное отношение друг к другу в семье. Если вы сейчас живете с мужем или с женой, и вы давным-давно, не знаю, спите в разных спальнях, да, разводиться может не хотите, боитесь, там уже лень, привыкли, но в то же время не дружите, не вместе, не делитесь друг с другом тайнами, сделайте все, чтобы это исправить. Это возможно исправить, с Божьей помощью можно исправить, по крайней мере, в той ситуации, о которой я сейчас говорю, да, в такой простой, да, где нет вроде бы открытого конфликта, где все просто привыкли и всем уже пофиг друг на друга. Здесь попробовать стоит, все силы приложить, все знания, там, да, поспрашивать у людей, как к чему, что. Может быть, я говорю сейчас прекраснодушные слова, может быть, вы скажете, ой, это невозможно, это чего, все уже, все давным-давно остыло, заново не запалить костер, но мы ответственны за то, что мы даже не пытаемся, даже не пытаемся возродить любовь в наших семьях, а подчас и разрываем, изменяя другим людям или, там, предлагая развестись, разрываем все связи, подумаем об этом.